Дорогие друзья, мы открываем неделю дефектологического факультета, фестиваль науки, фестиваль практики наших молодых ученых. Слово предоставляется декану дефектологического факультета, доктору педагогических наук, профессору Илье Владимировичу Мехтушеву. Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать наших студентов, магистрантов, гостей на традиционной уже конференции молодых исследователей, ученых. В этом году наш факультет отмечает 63-й год своего создания, и мы не стоим на месте, постоянно совершенствуемся. Вы знаете о том процессе, который сейчас происходит и в отечественной науке, когда происходит объединение различных научных отраслей. На следующий год мы начнем развивать новую научную отрасль нейродефектологию, и в этом как раз будет заключаться симбиоз биологических, медицинских, педагогических, дефектологических исследований. Сегодня участникам нашей конференции представляется возможность выступить со своими докладами, посвященные наиболее актуальным вопросам оказания помощи детям с хроничными возможностями здоровья. И все наши выступающие получат после окончания конференции сертификат о как раз участии во второй межфузовской научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья». Поэтому все выступающие не забудьте о получении такого сертификата. И сейчас слово представляется заведующей кафедрой логопедии, профессору, доктору педагогических наук Орловой Ольге Святославне, которая является руководителем магистрской подготовки. Я думаю, что на самом деле опыт нашей конференции уже второй. Он говорит о многом, потому что каждому из вас хотелось выступить. Список участников в этом году значительно увеличился. Тематика тех сообщений, которые представлены вами на нашу конференцию, очень разнообразная. И радует то, что сегодня, в день факультета, самые лучшие представители будут иметь возможность рассказать о своих научных исследованиях. В августе месяце в Турине проходил очередной конгресс логопедов и фониатров. И лозунгом этого конгресса был следующий. Где практика встречается с наукой? Я думаю, что если бы они задались этим вопросом, то это на нашем факультете, в нашем университете. Потому что все научные исследования имеют практическую направленность. Я хочу пожелать всем выступающим успеха. Перебороть в себе страх того, что они выступают, если они выступают впервые. А те магистры, которые будут их слушать, сочувствуйте им. Понимаете, что совсем недалеко то время, когда и вам придется встать за трибуну и доложить о своих магистрских исследованиях, научных разработках. Удачи всем! Дорогие друзья, позвольте поприветствовать участников второй конференции молодых ученых. За более чем 60 лет существования факультета, и вы все об этом знаете, на базе факультета было осуществлено очень много научных разработок. И современное состояние технологической науки, оно как раз характеризуется тем, что те люди, которые работали на нашем факультете, теперь, к сожалению, уже не работают, и те люди, которые работали на нашем факультете и продолжают на нем работать, создавали вот этот сегодняшний день нашей науки. И надо сказать, что с каждым годом у нас становится все больше и больше аспирантов, все шире тематика научных исследований, а в последние годы к нам прибавились еще и магистранты, и появился еще один вид научной деятельности, это подготовка магистрских диссертаций. Вот, и поэтому мы с радостью отмечаем, что количество дефектологов, выполняющих научные исследования, в самых разных и самых актуальных направлениях нашей науки растет. Конференция, прошлая конференция, показала достаточно высокий уровень подготовки к докладам, разнообразную тематику, связь с практикой, попытку дать ответы на самые острые вопросы, современные, которые встанут специалистами в области обучения и воспитания детей с нарушениями развития. Поэтому я сегодня всех поздравляю, кто участвует в этом мероприятии. Для нас вторая конференция, это праздник, и я желаю всем больших успехов в проведении сегодняшнего дня. Продолжение следует...